У 10-летнего Кирилла ДЦП. Руки и ноги мальчика почти не слушаются. Укрепляет мышцы и стоит ребёнок только с помощью вот такого вертикализатора, привязанный к деревянным доскам. В таком положении он проводит не менее часа, каждый день. Ходить в туалет самостоятельно Кирилл тоже не может. Поэтому мама минимум трижды в день меняют ему памперсы. Их она получала всегда в пункте выдачи. Но когда пришла в очередной раз за необходимыми средствами, ушла с пустыми руками. И таких, как Елена, только во Владимире сотни. За летние месяцы, май, июнь июля, агуст, детям в памперсах вообще отказали. Сказали, что лето можете высушить сами. Моему ребёнку было положено по программе реабилитации получать памперсы и пелёнки. В начале июля мы получили за февраль, апрель, за три месяца. Подъезжаем в начале октября. Говорят, мае-лето не даём. Даём уже сентябрь-октябрь. Мало того, что не додали положенное, так ещё и поменяли фирму-производителя. Качество новых, уже выданных памперсов и пелёнок людей не устраивает. Нам выдали вот такие. И сказали больше. Если вы не хотите брать такие, вы больше вообще ничего не получите. Эти были лучше, да. То есть у меня всегда в программе реабилитации написано, что ребёнок должен получить хэппи-шестёрка. А дают только вот? А дают вот такую вот фирму. Об этом знают и в Ассоциации родителей детей-инвалидов. Там с проблемой тоже столкнулись. Некоторые родители пытаются за свой счёт покупать памперсы нормального качества. Но для большинства это слишком дорого. В разговоре с несколькими людьми, они мне сказали, что они пошли на это. Только хотя бы потому, что опять компания, которая проставляет эти материалы, выбрала не самые лучшие материалы. А вот в региональном отделении Фонда социального страхования не согласны, что инвалидам выдают товар плохого качества. По словам руководителя, ни одной жалобы по этому поводу не поступало. Более того, мы когда пишем технические задания на приобретение технических средств реабилитации, в наших конкурсных комиссиях присутствуют представители общественных организаций инвалидов. Это всех трёх основных. Представители общественных организаций инвалидов, когда мы заключаем контракт, участвуют в приёмке от поставщика вот этих вот технических средств реабилитации. В отделении фонда нам пояснили, что сейчас бельё выдают без сбоев. Что же касается невыдачи положенного за летние месяцы, то здесь сотрудники регионального отделения фонда социального страхования руководствуются письмом за подписью министра труда. В документе сказано, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации задним числом теперь осуществляться не будет. То есть сейчас выдавать пелёнки и памперсы за май-август нельзя, а летом на это не было денег. Было сделано из-за несовременной недостаточно финансирования стереального бюджета. Образовался этот долг ещё в конце 2014 года. Все региональные отделения, в том числе и мы, недополучили денег примерно на поставку технических средств реабилитации на один квартал. Мы, в частности, недополучили 90 миллионов рублей. Компенсацию никто не отменял, говорят в фонде. Потратил свои деньги, принёс чеки, получил их обратно. Но не все, а только ту сумму, которая заложена на каждого инвалида. И здесь права людей с ограниченными возможностями нарушаются, считают представители надзорного органа. Компенсация этих затрат предусмотрена лишь в части по той цене, которая предусмотрена последней закупкой. То есть фактически эта цена разнится с рыночной стоимостью, и всё равно инвалид не получит ту сумму, которую фактически потратили на эти цели. Нарушает права инвалидов и то, что летом их оставили без памперсов и пелёнок. Прокуроры уже получили десяток заявлений от представителей людей с ограниченными возможностями и считают, что недостаток финансирования не является основанием для неисполнения федерального закона, по которому люди должны быть обеспечены абсорбирующим бельём. Алексей Дудин, Евгений Токарев, Артём Горчаков. Шестой канал.